Из Ачинска погрузили на баржу и потянули на Гулын. Во время плавания матросы плясали под баян, а на корабле и на барже умирали голодные и слабые. Цитаты из воспоминаний. Почти в каждом роду есть похожая история. Когда-то казаки присоединяли сибирские и дальневосточные земли, которые стали местами ссылки для их потомков. С одной из таких пересылок сбежал отец Наталья Щеревань. Его семья из 20 человек жила в Тимрюкском районе. У деда была наградная шашка от императора за русско-японскую войну. После революции родственники встали по разные стороны. Кто победнее – за новую власть, кто побогаче – за старый порядок. В итоге гражданская война и репрессии всех перемололи, кроме отца, который и рассказал семейную историю, хранимую в тайне до конца 80-х годов. Первые ощущения – горечь, слезы, истерика. За что? Непонятно что. Тяжело было. Когда началась Великая Отечественная война, отец Натальи Щеревань записался добровольцем в Красную армию. Был награжден, а в 1945 году получил 10 лет лагерей. Был реабилитирован. Михаил Иванович из станицы Гостогаевской. Его отец не хотел идти в колхоз и сгинул на строительстве Беломора-Балтийского канала. Недовольный был, конечно, ну а жить-то надо. Я выполнял в армии 3,5 года служил, и я не получил ни одного наряда. Организаторы подчеркивают, мероприятие посвящено не только казакам, но и всем, кого так или иначе коснулись репрессий. По данным историков, всего в первой половине 20 века по политическим статьям были арестованы более 3,5 миллионов советских граждан, а более 600 тысяч расстрелянных в Анапе живут около тысячи жертв политических репрессий. В 1996 году еще у нас в сквере боевой славы был открыт памятник жертвам политических репрессий, и возле него действительно всегда лежат цветы. Это тот самый знак, который говорит, что мы никогда не забудем о трагических событиях прошлого, о репрессированных земляках анапчанах, которых уже рядом с нами нет. Это уже 18-я по счету встреча. Их главная цель – напоминать, чтобы подобное не повторилось. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа Регион.